Всем привет дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Вы очень сильно просите меня сделать очередную серию, мне пока в принципе нечего, но давайте что-нибудь поищем и из чего-нибудь соберем нормальную сегодняшнюю серию. Так, ну начнем пожалуй с того, что у нас ежедневные награды, да, за лигу. Так, 70 баксов мы получили и 15 монеточек пвпшных. Так, это уже хорошо, также у нас в додзе что? Серебряные осколки, две штуки, карточка Эйприл, Кунаичи одна. Так, телепорты достается, две штучки, баксы три и мутаген 100%, понятно. Кстати, у меня очень мало мутагена, всего 600, это критично мало. Так, ну давайте посмотрим, что у меня за колода здесь выпадет. Ой, что-то, что-то как-то вообще, ребята, кисло. Слушайте, я, наверное, передумаю, ребята, эту серию выкладывать, потому что абсолютно сейчас нечего сделать. Вы представляете, у меня сброс будет только через 4 часа. В магазине у нас шаром покатит. Хотя, подождите, ребят, давайте-ка посмотрим. У меня 9600, так? А что мы можем с вами приобрести? Мы можем 5 карточек Бибопа взять или кисло, согласитесь. Как-то, ну, не хочется мне тратить такие вот суммы. Вот на такой вот барахлой, если честно. Давайте посмотрим, что у нас за монеты здесь есть. Так, 73 в наличии и мы можем ничего купить, мы не можем. Вот что я вам скажу, потому что не хватает буквально двух монеточек, ребят. Так, опа, ой, тут вообще кисло все. Заросло, как говорится, лесом нужно прорубать. Хорошо, давайте посмотрим, что мы здесь хотя бы можем сделать. Да ничего, опять же. Ребят, ну, просто я в каком-то тупике. Так, у меня сколько порталов-то? Не показывается пока. Криса я могу пока понаходить? Да, могу. Давайте хотя бы его немножечко поищем. Так, одна карточка нашлась. Давай тогда следующую. О, круто. Да, я, ребят, хочу собрать, сколько там нам нужно. Восемьдесят их? Много. Но его проще всего искать, потому что я смотрю, три раза могу. Три по три. Девять. Девять раз могу крутануть рулеточку, как говорится. И, ну, даже если пять из девяти будет выпадать, это уже очень хорошо. Так, давай. Хотя, зачем я сейчас это все делаю? Слушайте, ребята, это, конечно, глупо. Может быть, нам действительно лучше подождать, когда у нас откат будет по заданиям. И мы с вами сделаем все пучком. А сейчас мы можем, знаете, что сделать? Пойти. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. У нас здесь порталы разыгруются. Ну, здесь можно еще, ребята, можно повоевать. Далеко, конечно, не уйдем, но порталечков так девять мы с вами заработаем. Сейчас, по-моему, дадут нам четыре или три, я не помню. И еще потом пять или четыре. Ладно, сейчас мы у Судара бом, он лежит. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут. Порталы это тоже очень хорошая вещь. Ну, давай-давай, не томи, не томи, дядю Рея. И дают нам три. Значит, в следующем будет пять. А, нет, четыре. Четыре. Итого у нас получится семь порталов. Ну, что же, тоже неплохо. Третий бой, ребята, я не потянул. Я уже все здесь досконально знаю. Поэтому даже не уговаривать у меня не пойду. Хотя, посмотрим сейчас. Ага, тут отлично все прошло. На тебе, с вертушкой. Опа. Ну и тигр, я надеюсь, добьет. Да, конечно, добьет. Губежки раскатили. Никто никого ничего не добьет, ребят. Вот только зэк делает удар свой. Козырный, коронный. Ладно. Все отлично. У меня, ребят, тут, кстати, вчера или позавчера Нокс накрылся. Вы представляете? Накрылся, а резервной копии у меня не было. И очень-очень много игр улетело у меня в бездну. Я некоторые восстановил, конечно. Но они восстановились и начались почему-то с самого начала. То есть сейвы, к сожалению, пропали на них. Не знаю, как такое могло произойти. Поэтому многие игры, наверное, из моей рубрики уйдут. Но есть повод начать какие-нибудь новые тогда играть. Хотя очень-очень мне обидно и жалко, если честно. Столько времени. Это, например, такая вот игра, как Город Страха. Помните, да? Она у меня накрылась. Я вот еще не знаю, что у меня там с игрой. Про survival, там, где мы с вами на вертолете рейды делаем. Ну, про зомбарей, короче. Смогу ли я ее восстановить или нет. Короче, очень-очень много игр накрылось. Поэтому я немножко расстроен. Да что ж там говорить немножко. Сильно, очень-сильно расстроен. У меня тут у знакомого тоже играл со мной в игру. Которая называется жестокие улицы. И у него, к сожалению, пропали сейвы. Вы представляете, каково ему? А я прекрасно знаю, что это такое. Потому что один раз я уже терял. И начал эту игру проходить заново. Ну, извините меня. Сколько усилий туда положено. Времени. Ой, я, конечно, переживаю, сочувствую. Жалко, конечно, что сделать ничего нельзя. И восстановить нельзя. Как в свое время, я помню, в BattleCats играли. Когда там же у них... Кто знал, что если ты 3 месяца не заходишь в эту игру, У тебя сейвы улетают насовсем. Вот. Поэтому нужно хотя бы раз в 3 месяца заходить, чтобы у тебя хоть что-то осталось. И ты мог потом эту игру восстановить. Ладно, ребята. Не будем пока грустным. Смотрите-ка. У нас тут 40 уровня. Смогу ли я победить вот этими своими ребятами? Честно говоря, большое сомнение у меня берет. Очень большое. Но я попытаюсь. Блин, этот заяц, конечно, очень крут. Очень крут. Мне вообще он нравится. У него такие спецудары. Ммм, закачаешься. Так, ладно. Сейчас мы этих грибочков... Если я не буду сейчас делать свои удары, эти фанатические, Вот у меня и выбор. Или хилиться? Нет. Я буду, наверное, все-таки жестоко бомбить. И посмотрим, как. Ммм, хиленько добьешь. Так, Эйприл добила. Вот он, зайчи в гневе. Это у него первый удар. Так, он делает всем двойную атаку, да? Или нет? Ну, здесь двойная атака. А здесь, получается, контрудар. Угу. Ладно. Сейчас бомбанет. Ха-ха-ха. Так, ну что? Давай вот этого вот... Грибка с тобой... Нокаутируем. Да елки-палки ты... Толстяк-мешок с опилками, а! Ха-ха-ха. Ничего толкового. Вот сейчас тебя зайцы покарают. Сто пудово его сейчас забомбит. Ну, я же говорил, е-мое. Ладно, давай хильнемся, малька. Да тут, по-моему, у нас нет шансов никаких вообще, ребята. Если честно, просто без вариантов. Если бы у меня здесь был бы Рафик или Зэк 60 уровня, тогда да. Ну, хотя бы Лео был бы прокачан. И можно было бы еще хоть как-то тут попыхтеть. Ну, е-мое. Усаги, а? Ты посмотри. Ты посмотри, что ты творит. Ай. Вот это... Вот это жесть, ребята. Просто расписали. Хе-хе. Ну что? Лео, я не знаю. Ну, бомбит он, конечно, неплохо, но... Ладно. Давайте до последнего будем с вами драться. Ты посмотри, что он сделал. Он взял и подхилил. Ну, такими темпами, конечно, не получится у нас ничего. Да хорош ответь ты от меня уже, а, грибоподобная чучела. Е-мое, они оба... Ну, все, е-мое. Сейчас так и будет. Так. Ну, естественно, давай два раза. Еще ты два раза сходи. Конечно. Добью хотя бы. Одного он должен добить. Вот так вот. Меньше вякать будет. И этот еще по два раза ходит, а. Ну, ты посмотри на него. Да ты достал. Как у тебя так получается, что ты за один раунд по три, по четыре раза ходишь? Ты задолбал уже, а, кролик, блин. Я тебя... Сейчас повешу за уши просто-напросто, и все. Будешь у меня там висеть и обтекать. Тут почему-то с одного удара завалил этого... Гриба. Человек-гриб называется. Давай, конечно, еще удар сделай, елки-палки. И еще третий, да? Ну-ка посмотрим, сколько мы отнимаем у него. Да, ребят. Тут без вариантов. Ничтожная команда. Вот что я вам скажу. Да. Даже двух карточек мы не сможем с вами получить. Жестоко, конечно, это... Так, ну а здесь-то я все прошел или нет? Или мы здесь тоже с вами до тупика дошли? Погоди-ка, погоди-ка. Нет, здесь, кстати, мы можем, по-моему, ребятушки, еще с вами побороться. Хиленько, конечно, но пройти, по-моему, есть вероятность. Так что, давайте попробуем. Так, ай, елки-палки, тут четыре волны. Хорошо. Будем стараться. Да, отойди ты от меня, Маузер. Так, Донни тут, естественно, сразу, как всегда, дает слабину. Уже хп нет у него. Практически сдался. Все, тут к бабке не ходи, он отдуплится. Так, ну что, давай, бомби его. Вот так вот, отлично. Так, что, давай защиту сделаем. Сделаем защиту и пробивной. Нормуль, пойдет. Ай, надо было, хотя ладно. Хотел похиляться просто, у нас здоровья-то уже мало. Так, здесь у нас два Маузера и опять же Ниндзи. Провокацию рано, наверное, еще делать, она нам пригодится в дальнейшем. Так, давай-ка вот так вот. Опа, хорошо пошло. Пробьем, нет? Нет. Ну, понизили зато атаку. Ай, вот это было больно. Черт, ну так я хотел, думал, сейчас Донни спасу. Нет, к сожалению, не получилось у меня. Видите, не успел маленько. У Лео только... У нас у Лео только отхил, кстати, между прочим. Больше никого нету здесь с хилом. Так, ладно, добиваем этих голубков. Они тут уже достали меня прилично, если честно. Ну, Донни сам по себе вялый был. Тридцатого уровня, мягкотелый. Панцирь у него только начал твердеть. Так что, сами понимаете. Сейчас забомбим мы этого. Да хорош, давай еще мне майки положи тут. Что такое? Я не понял. Что ты брыкаешь что-то, а? Так, это у нас третья волна. Ага, три фута и два маузера. Ну, ладно, хорошо, давайте масухой бомбанем на дорожку, потому что он все равно сейчас, наверное, упадет у нас. Да? Да, да, упал, ребята, упал он. Давай тогда добивать этих щеглов. Всех. Что ты там постепенное лечение делаешь тебе, а? Вот смотри, что они делают. Вот возьмут в прицел одного какого-нибудь самого слабенького и начинают долбить, 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 пока он не сляжет у нас. Так, все, мне это порядком надоело. Будем их уничтожать нафиг. Все, успокоились, нет? Нет, вот еще этому надо на дорожку было бомбануть. Так, этот готов. Готов. Давай, этого тоже положили. Постепенно исцеление тебе не поможет, маузер. Поверь мне. Вот все-таки хотят положить мне, а? Ну, куда ты? Куда ты? Так, поплатился. И... Бам! Лежит. Все, ребят, четвертая волна. Кто у нас тут? Сейчас посмотрим. Ёлки-палки. Три черепашки. И два фута. Блин, у меня еще закрыты спецудары. Хорошо. Кто у нас тут самый такой противный, а? По-моему... По-моему, Раф. Ладно, давайте с него, наверное, и начнем. Так. Сработает. Во! Понизили им скорость, уже что-то. И упадет сейчас, да? Нет, не падает еще пока. Прожимаем, ребята. Эть! Что-то слабенько как-то. Дайте мне... Вот. Вот. Вот это вот мне нужно было. Провокация. Все, ребят, теперь я уже... Чувствую себя более-менее уверенно. Да... А как... А, и этот придурок тоже с провокацией стоит, а? Ой-ой-ой. Как бы его не отшлепали здесь? Ну что такое, Раф? Я не понял. Что за проблема-то? Почему тебя так разбирают эти щеглы? Да они ходят еще по низко... У них главное стоит замедление. Они еще по 10 раз умудряются сходить. Так. Это вообще что-то из ряда вон выходящее. Так, упади, гад. Что, почему он не упал? Почему он выдержал, а? Давай бомбанем. Достали уже в корень. Так, нет. Стоит на ногах крепко и уверенно. Оу, боюсь у меня... Рафаэль сейчас, наверное, упадет, ребята. Ай, постепенный урон его бомбит потихоньку. Да на ты. Что такое крепкий-то? Ну? Я не понимаю. Давай бомбим. Ну? Роботека. Хорошо, хотя бы так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опачки. Так, ну что, если мы этого сейчас добьем... Да куда уж там. Все, началось, короче. Ага, оскорбление плюс у ворот он поставил себе. И давай сейчас будешь бомбить тут по черноку. Что, он мне отхил понизил? Ладно. Попробуем так пробить. Мимо! Ребята, мимо это было, вы понимаете? Естественно, они меня сейчас... Ой, зачем я сделал? Мне же не получится подхилиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Бум! Понизили мне у ворот, короче, все. Отдуплился. Да. Не повезло. Не повезло, блин. Да еще и как не повезло, ребята. Ну что это, ну что это за команда говнюков, а? Я не понимаю. 45, это 30 уровня. Просто некого лучше взять, ребята. Нет, можно было бы, конечно, прокачать, но чем? Мутагена тоже нету. Ну, а здесь-то мы с вами прошли. Что у нас тут? Давайте глянем. О-о-о. Все, я понял. Ну ладно, ребят, давайте тогда сделаем с вами паузу. И уже увидимся через... Грубо говоря, 4 часика. Ну, для вас это будет буквально секунда. 4 часика будет для меня идти целую вечность. Но все равно увидимся. Так что не расходимся. Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. И начнем, пожалуй, с призов. Давайте забирать. Это с лиги у нас. Так, 12 пвп очков плюс 65 долларов. Замечательно. Ну и пока есть возможность, ребята, я хочу передать привет Татьяне Быковой. Танюш, привет тебе. Ты просила, получила. Надеюсь, довольна и рада. Ну что же. Давайте теперь, наверное, мы с вами зайдем в магазин. И будем уже забирать свои две карточки. Две колоды, которые у нас там уже накопились. Так. И, кстати, еще надо будет зайти в Додзе. Обязательно. Так. Открываем, смотрим, что у нас здесь. Мутаген. Приманка. Так. Сюрикены. И саблезуб нам достался. Карточка. Хорошо. Давайте следующую колоду глянем. Пицца. Так. Ага. Сюрикены. И морозильная кошечка. Замечательно, ребята. Все очень хорошо. Забираем реворд от выполненного задания. И в Додзе. Да. Мутаген. Три бакса. Два телепорта. И осколки. Серебряные. Три штучки. Все. Отлично, ребята. Забираем также реворд. Так. Поднять уровень персонажа. У нас следующее задание. Я думаю, что это будет кто-то из самых маленьких у нас. Потому что там очень мало мутагена мы будем тратить. И в то же время задание будет выполнено. Так. Кто у нас тут самый маленький? Ага. Кирби-мыш. Ну что ж. Давайте. Кстати, можно ее улучшить. Пять тысяч сюрикенов. Двести осколков. А у нас восемьдесят семь. Не получится. Да, честно говоря, и неохота, ребят. Я не настолько хорошо и сильно ей играю, чтобы на нее тратить столько ресурсов. Ну, а уровень, естественно, мы поднимем. Так. Замечательно. Ну что. Забираем здесь реворд за выполненное задание. И у нас с вами... Так. Пройти серию испытаний. Давайте-ка по-быренькому мы с вами это сделаем дело. Так. Давайте возьмем Зэк. Крис. Ой, а почему это у меня тигр в нокауте? Видимо, когда я в прошлой серии делал на автобой бой, он у меня упал. Жаль. Очень жаль. Ладно. Я думаю, что и таким составом мы, в принципе, быстренько здесь всех одолеем. Значит, здесь ниндзя... Два ниндзя фута и Крис. Это все мелочь для нас. Честно говорю вам, поверьте. Ой, зачем я сделал массовый удар от Шреддера? Тем более на двух этих олухов. Ну ладно, давай добивать тогда. Упадет? Упал, конечно же. Так, Крис, хорош буянить уже. Надоел. Хе-хе. Ну, Зэк, давай его с ноги. Не пробил ты, к сожалению. Ну, Крис. Против Криса отлично все прошло. Так, а здесь у нас кто? Человек-гриб, Карайка-змея, Ванька-дуролей и Хан. Угу, даже вот так вот. Ладно. Слушайте, надо, наверное, нам грибы уничтожать. Как можно быстрее. Давайте, наверное, провокацию поставлю. На всякий случай. Чтобы никто мимо меня не прошел. Даже муха не пролетела. Так, замедлял очка от Зэка. Ууу, грибок один упал. Да что ты там хилишь-то, а? Накажи его. Молодец, Рафик. Карай, не надо тут. Свои акробатические трюки мне показывать. Я уже насмотрелся их, знаешь, сколько? Ха-ха-ха. Гриб. Не сопротивляйся. Упал. Отлично. Так, ну что же. Добьем. Да, Хан лежит. И осталась лишь Карайочка у нас здесь. И Ванька-дуролей. Поэтому приступаем. Блин, ты посмотри-ка. Не упала. Ну, это, ребята, временно. Все, ее как не бывало. Так, Шреддер, конечно, здесь один не потянет. Это понятное дело. Ну, что ты делаешь, а? Что ты тут со своей пушкой никчемной? Главное, чтобы Шреддер у меня не упал. Не значая, ребят. Так, ну что, добиваем? Да, добиваем его. Отлично. Замечательно. В сухую прошли. Поэтому должны нормально получить с вами мутагена. Плюс 24 очка опыта. Собираем. И так, подожди. Вот здесь вот мы забрали. И еще нам нужно, ребята, с вами 10 боев сделать. Хорошо, это мы будем делать, знаете, каким макаром? Мне нужны карточки на Криса. И поэтому я буду его открывать, ребят. Не знаю, сколько мы здесь заработаем, но, как видите, уже одна есть. Давайте дальше продолжать. Да, очень много, конечно, нужно. Но, ребята, проще всего именно его нам добыть, потому что мы можем открывать 3 раза здесь. 3 по 3, 9 раз. Ну, сами понимаете, насколько велики шансы нам накопить быстренько Криса. И прокачать его до следующего 80 уровня. Так, ну, давай карточку мне Криса. Ну, вот, видите, ребят? Отличненько. Давайте еще, наверное, здесь 3 попыточки с вами проведем. Вот, Крис идет просто хорошо выпадает. Ну-ка, и вот. Давай третий раз. Чтоб 100% было выпадание. Ну, нет. Всю статистику мне, блин, накрыло. Ну, ладно, ребят, все равно это хорошо. Очень замечательно. У нас уже 40 карточек. Осталось буквально 60. И все. Так, и у нас, кстати, у Рафика мы с вами заработаем сегодня одну карточку. Будет 79 из 100. Ну, что, в принципе, я считаю, неплохо еще потом 21 бой провести. Ну, не бой, а ежедневку 21. И мы получим с вами 100 карточек Рафика. Так, давайте попробуем Зека найти здесь. Все равно нам не хватает, да? Да, один бой нам нужно провести. Так, поехали. Ну, выпади, пожалуйста, выпади. И он выпадает. Молодец! Зек не подвел меня. Умничка. Так, забираем сразу все три выполненные задания. Вот, ребята, о чем я вам и говорил. Вот она карточка Рафика. Шикарно. 79. Так, здесь у нас... Ага, это я в прошлой серии все это сделал. Замутил, как говорится. Ну, что же. Я думаю, что никто не будет против, если мы с вами немножечко подеремся сегодня на лиге. Потому что больше я пока ничего не могу сделать. Так, и давайте, наверное, мы выберем... Так. Я думаю, что центрального, да? Вот его. Фух. Должны, по идее, справиться. И возьмем наших ребят. И начнем, пожалуй... Так. Так, давай-ка вот с ящера начнем. Ящер, Майк, Карай, Паукус и Бакстер. Я думаю, вот эта компания будет самая оптимальная именно для этого боя. Надеюсь, все они у меня выживут. Никто не упадет. Единственное, кто меня здесь смущает, это Носорог. Да. У него массовые удары с огнемета. Меня немножко конфузит. Ну, ладно. Попробуем. Попробуем исправиться. Так. Для начала Криса надо убрать, чтобы он здесь не бафал свой отряд. Но что такое? Что он стоит? Паукус, ну, покажи-ка. Отлично. Молодец. Не подвел папочку. Ну, куда ты, Лео? Ну, успокойся, пожалуйста, а? Отдохни, малька, ё-моё. С дорожки-то. Так, давайте-ка мы вот так вот сделаем. Ай, какой же он все-таки тяжелый. Непробиваемый этот Носорог. Ну что, ты еще Крит будешь ставить, что ли? Действительно, ребята. Он поставил Крит и уворот. Ай-яй-яй. Нам еще нужно, кстати, с вами снять с нас постепенный урон. Я смотрю, на майке висит. Надо не забывать это дело быстренько ликвидировать. Так, ну что? Подхил нам пока не нужно. Давайте. От, молодец, муха. Муха ты навозная подбила все-таки этого Носорога. Давайте, наверное, будем разбирать Дони. Эти у нас под воротом все стоят. Сейчас будем накрывать его. Ать, хитрожопый. Выстрел. Да куда ты против ящера-то тянешь? Ящер сейчас вот так вот. Малорик. Так, мимо. Нормуль. Блин. Раздражает мне, честно говоря, вот этот постепенный урон, который на нас висит. Бедный мой Майк там под страданиями бедный. Так, ну мы можем с вами, ребята, в любой момент подхилиться. Так что терпим пока. Ну, что ты там? Ага, он решил тоже покеляться. Ладно. Так. Давайте снимем нафиг эту ересь с себя. Она уже бесит. Ну, Карайка, не подведи меня. Ай, хиляемся, ребят, короче. Бакстер делает подхил. Мы продолжаем бомбить потихонечку. Лео, упади уже. Нет, смотрите-ка, стоит крепко на ногах. И даже усом не поведет. Все. Карайка, молодец. Так, Майк станцевал. Хороший был танец с луком. Но слабенький, к сожалению. Пауку сдобей! Нет. Конечно, не добьет, ребята. И Карайка тоже не добьет. А вот кто сейчас у нас? Вот. Ящер добивает. Да. Молодцы, ребята, мы. Все у нас здесь идеально прошло. Двигаемся с вами далее. Так, у нас 920 мутагена зарабатывается. Куда мы с вами перемещаемся? С 35-го места на 19-е. Слушайте, неплохой показатель. У нас с вами еще, ребята, предстоит несколько боев. Я думаю, что мы это с вами сделаем по-быстренькому. Так, 39-й, 40-й и 41-й уровни. Так, давай, Бибоб. Каральчику возьмем. Возьмем Эйприл. Так, подожди, а Шреддер стоит ли брать? Нет, не будем. Возьмем, наверное, Железноголового. И Леонардо, скорее всего. Подожди-ка. Да, Лео возьмем. Вот такой состав. Я думаю, здесь тоже у нас справится. И думаю, что без проблем. Так, у них тут Макмен. Тоже Бибоб. Тоже Эйприл. Чем-то напоминает мою, блин, елки-поки, мой отряд. Хорошо прошло. Под критом. Все отлично. Так, давайте, наверное, будем Криса разбирать. В первую очередь нужно убирать баферов. Так, теперь Эйприл. Это, как говорится, на втором месте хиллеры у нас идут. Все, теперь уже рандомно. Как говорится, на кого бог пошлет. Ну, раз Бибоба, будем, наверное, уничтожать Бибоба, да? Снимем, нет? Нет, не снимем мы с него, пожалуй, его на и вот этот баф. Но ракеты-то полетят однозначно. Ох. Все, ребята. Тут очередная победа за нами. Сейчас. Да что ты делаешь, а? Защиту он поставил. Ну-ка, Макмэ, ну поди. Нет, не упал. Добьем. Добили. Все, и остался у нас тут лишь только Доник. Бедный, несчастный, но под защитой. Я думаю, что долго он здесь у нас не простоит. Ты посмотри, какой, а? Ты посмотри, какой живучий, а, Хламон. Ну, еще и сопротивляется. Огрызается, даже так скажем. А, ну-ка. Бумкнем. Да что ж ты... Ну, а ты? Эйприл, елки-палки. Карай. Да ладно, вы что, издеваетесь, что ли? Вот. Железноголовый пробил. Молодец. И свою незабываемую танцульку брейк-данса он сделал. Ха-ха. Так. Опять же, 920 мутагена, ребята. На какую позицию мы с вами перемещаемся? И это у нас третье. Третье место. Да, ребята. Я на этом, пожалуй, не остановлюсь. Я пробьюсь в трехзвездочную лигу самураев. А может быть, даже и выше. Кто его знает, как у нас повезет. У нас, по крайней мере, есть откатики с вами. 35 карточек. Это, думаю, очень хорошо. И я думаю, что вы не будете против, если я сегодня немножечко по-пвпшусь. Погнали. Поум. На всех сработало. Отлично просто. Так. Сток вон у нас упал. Так. Тигр, давай. Заряди. Вообще. Very, very good, ребята. Найсово получилось все. Идем просто на изи. Так что. Ну, что тут? Ну, бибобчик. Ну, доник. Как видите, они все расслабились. Все упали. Ну, и сопротивление, конечно же, здесь было бесполезное. Да. А мне, знаете ли, мне как бальзам на душу. Мне прям так спокойно и хорошо. Когда мы с вами выигрываем. Тем более, когда мы попадаем еще в трехзвездочную лигу самураев. Ой. Прям, знаете, как хлеб с медом ешь. С хорошим, теплым чаем или тепленьким молочком. Ну, и сравнение. Ладно, ребят. Поехали дальше. Да. Ну, выставляем своих. Так. Подождите. Зачем я взял Лео? Ёлки-палки. Мне же не Лео нужен. Мне нужен Шреддер, конечно же. Блин. Ну, что ж такое-то, а? Ай. Ладно. Убираем сейчас Лео. Берем Шреддера. Просто я зазря использовал карточку. Мм. Ну, что же. Не будем расстраиваться. Все впереди. Может быть, и Лео у нас здесь как-то сыграет свою лепту. Так. Давай-ка мы, наверное, с ноги. Йо-хоу. Так. Лео стек в сапоги, как говорится. И думаю, что массовый от Шреддера здесь сделает все колоссально хорошо. Нет. Не добил он, к сожалению, всех. Придется добивать нам самим. Стараться это делать. Ах. Усиляется он. Для кого ты, Крис, там усилялся? Скажи-ка мне, родной, а? Ведь ты же один. Сам себя подхилил. Укрепил. Нет. Зря, конечно, это все было сделано. И мы с вами с 90-й на 75-ю позицию перемещаемся. Естественно, ребята. Сразу же пойдем в атаку. Кого возьмем? Даже не знаю. Даже не знаю. Давайте, наверное, давайте вот этих вот возьмем. Здесь немножко подеремся. Там, в принципе, без разницы. У них у всех одинаковое число кубков. Вот так вот. Поехали наказывать. Наказывать врага. Ага. Так, ну что. У нас здесь, как видим, опять Крис. Он практически во всех составах у нас находится. Ну, я, в принципе, и понимаю, почему. Довольно неплохо. Он усиляет команду. Да еще и контрудар вешает. Очень хороший чувак. Так, ну что. Защита понижена. Давайте Шреддером. Я думаю, что он все-таки справится здесь. Да что ж такое. Опять двоих не добивает почему-то постоянно. В чем проблема, я не понимаю. Ладно. В любом случае, ребята. Итог один. Победа наша. И мы с вами двигаемся дальше. 970 мутагена. И попадаем мы с вами на 61-ю позицию. Я думаю, что это хорошо. Так, 24. Карточка у меня еще осталась. Повоюем, ребята. Повоюем сегодня хорошо. Ммм. Так. Что бы нам взять-то хорошего? Давайте вот этих вот возьмем. Я думаю, что, опять же, никаких у нас здесь проблем не должно возникнуть. Так, Тигр. И где мой Шреддер? Вот он. Да. Отличненько. Погнали. Кстати, вот больше всего не люблю вот уровни, ребята, именно из комиксов. Раздражает меня почему-то. Какие-то они тут все блеклые, тусклые, невзрачные. Так, ну что. Приступим, пожалуй. Давайте, наверное, начнем с замедления, естественно, от Зека. Очень хорошо замедлил. Плюс довольно приличный урон нанесли. Так, Стокмана нужно нам убирать в первую очередь, чтобы он своих маузеров не вызывал. Отлично. Так, ослабеваем их всех. Ух! Найсово, ребята, просто получилось. Давайте массовым от Шреддера. Я думаю, что кто-нибудь да упадет здесь. Никто! Понимаете, никто не упал. Все выстояли. Шреддер, ты меня в последнее время начинаешь расстраивать. Твой масс удар почему-то здесь не срабатывает. Он только на 30 уровне хорошо действует. А уже на 40-е практически неэффективно идет дело. Так, смотрите-ка, у него здесь еще иммунитет повесил. А? Бибо. Ну, вы знаете, что такое иммунитет, да, ребята? Я не могу на него повесить антибаф. Как говорится, что-нибудь такое хреновенькое. Он будет все равно находиться при своих родных статах. Ладно, ребята, мы продвигаемся в любом случае дальше. 970 мутагена. И место мы с вами зарабатываем. Какое? Покажи-ка, покажи-ка. 47-е. Ну что же. Я думаю, есть смысл с вами продолжать дальше боевку. Кого взять-то нам? Угу. Я даже не знаю, ребята. Можно, в принципе... Может быть, вот эти... Да, давайте вот этого вот возьмем, крайнего. Так, поехали. Отлично все. Так, тигр. И наш неповторимый, так скажем, Шрэдер. В бой, конечно же, в бой. В бой идет одна молодежь. И... Ха-ха-ха-ха. Присупаем. Естественно, замедление. Так. Гекка мне не нравится здесь. Он мне напрягает, если честно. Давайте его, наверное, ликвидируем. Ну-ка, Крис, не подведи. И он меня не подводит. Малорик. Понижаем защиту. Отлично. Массовый удар. Как обычно. Даже можно не говорить, не комментировать. Ребята, это... Эээ... Все у нас обычные, стандартные дела. Вначале мы понижаем, укрепляемся. А потом, как говорится, разбираем. Ты посмотри-ка, выстоял. С пониженной защитой, ребята, он выдержал удар зэка. Это нечто. Так, отлично. Все тут у нас нормулька идет. Опять же, 970 мутагена. Когда мы с вами будем получать-то уже больше? Я не пойму. Ха-ха-ха. 34-я позиция. Совсем немножечко остается, ребята. Может быть, все-таки у нас получится перейти. Хотя, вряд ли. Не хватит у нас карточек. Но хотелось бы. Так, я думаю, что мы возьмем, наверное, центрального. Да? Да, давайте его возьмем. Сделаем откатик по нашим героям. Естественно, это будет у нас тот же самый стандартный... Как говорится, стандартная колода. Все. Погнали. Ну, кто у нас тут? Так, Гека, Эйприл и Крис. Угу, понятно. Ну, вы, ребят, сами уже понимаете, с кого мы начнем. Естественно, в начале замедлим. Ух. Very nice one. Так, укрепимся маленько. Хотя, можно было и подбить, но я думаю, что сейчас будет лучше это сделано. Видите? Сразу двоих. И Криса, и Эйприл. Это все было специально сделано, ребята. Ты посмотри-ка, Эйприл не упала, зато упал Лео. А вот так вот. Э, не Эйприл не упала, ребята. Естественно, Гека. Что я несу-то? Ха-ха. Так. Эйприл упала уже давным-давно. Ну что, ребята. 970 мутагена до сих пор так получаем. Позиция у нас становится 22-я. Карточек у нас 9. То есть, мы еще с вами можем провести два боя, ребята. Два боя. Угу. И я их проведу. Ё-моё, тут уже Лига Сёгунов у нас. Возьмем, наверное, Лигу Самураев, ребята. Я пока для Сёгунов не готов, если честно. Ха-ха-ха. Хотя, почему не готов? Можно, конечно, попробовать. Как говорится, чем черт не шутит. Так, Крис, Зэк. Давай возьмем. Так, Тигра. И... Я вот не знаю. Давай Шредера возьмем. Думал, Лео забрать, но пока Шредера возьмем. Была-не была, как говорится. Попробуем разобрать этих сосунков. Бросаем. Хоп. Ёлки-палки. Очень плохо сработало. Ладно. Придется, наверное, ребята так усиляться. На всякий случай. Что он там делает? Зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Так, а мы тебе вот это вот. Ух. Троим. Добиваем, наверное, Шредером. Кто-нибудь да упадет. Сто по два вам говорю. Оу. Как найсово упали. Ребят, что-то он для своего уровня оказался слишком ватный. Вы посмотрите. Вообще с полтыка разобрал. Хотя он в Лиге Сегунов находится. Хе. Просто великолепно. Даже сам не ожидал, что так у нас произойдет все легко и просто. Ну сколько мотагена? Вот, наконец-то вы даете мне уже 1025. Наконец-то. Мотаген нам нужен, ребята. Чтобы расти, развиваться. Оу. Слушайте. Так мы с вами, скорее всего, попадем, да, в Лигу Сегунов. Да, пускай одна звезда, но тем не менее. Так, возьмем, кого мы с вами здесь. Ух, даже не знаю. Даже не знаю. Может быть, вот этих вот, центральных. В принципе, я думаю, что, наверное, мы их и выберем. Самый оптимальный для нас вариант. Так, у нас откаты. Да, придется нам в этот раз забирать с собой Леонарда. Как ни крути, ребят. Так, Тигр или Шреддер? Кто лучше? Давайте, наверное, так вот сделаем. Хотя Шреддер был бы, наверное, получше, чем Тигр. Но Тигр, сами знаете, снимает львиную долю защиты с врага. И я думаю, что здесь он будет самое то, что нужно. Так, попытка не пытка. Погнали. Хью-хоу. Найсово, найсово. Трех мы сразу замедлили. Так, немножко усилимся. И бомбим. Тигр, не подведи. Малорик, как всегда, на высоте. Так, ну что? Лео, давай, пропиши. Пропечатай. Ух, носорог упал. Ну, а теперь уже, естественно, будет просто элементарный разбор полетов. Ну, что ты тут брыкаешься-то, а? Что ты дергаешься? Как, как этот, как червяк на сковородке, ё-моё. Да, ребята. Мы потратили с вами все карточки для арены. Но я думаю, что оно того стоило, потому что мы сейчас... Да. Да, ребята. Мы перешли в лигу сегунов. 89-ая у нас позиция с вами. Это очень хорошо. Жалко, больше мы с вами не сможем здесь повоевать. Да, наверное, мы здесь уже ничего больше не сможем сделать. Потому что в магазине что? Давайте глянем. Так, у меня очень много сюрикенов. Так, тут у нас дается Майк 5 карточек и Кейси 5 карточек. Так. Да, ребят, я думаю, что я все-таки потрачу. Как говорится, была не была. Все равно сюрикены мы с вами накопим потом со временем. Скоро, кстати, будет уровень новый. Я получу их очень много. Поэтому давайте приобретем. Так, что еще у нас есть? Ну, тут, как видим, 215. Этого, ребят, нам недостаточно, точнее. Так, а вот у нас пачков сколько? 85. Так, подожди. Я еще не выбрал никого. Вот кого взять, ребят, я пока не знаю. Ну, естественно, сотого уровня я не смогу взять. Хотя я ее хотел вроде бы как открывать, копить. Можем вот на майке космического. Всего лишь 20 нужно этих карточек. Ну, я не знаю, ребят. Давайте мы, короче, как сделаем. Я у вас спрашиваю совета. И чем больше людей скажут мне, кого открыть, того, наверное, мы с вами и откроем. Ну, и даже не то, что открыть, а кого лучше в дальнейшем вообще приобрести. И того и будем, ребята, копить на того, точнее. Вот. Потому что я лично в замешательстве. Я не знаю, кто нам нужен, что нам нужно, кто лучше. Лисица мне нужна, вот что я знаю. Но она дорого стоит. Так что это мы оставляем полностью на вас. Ну, что же. В принципе, ребят, наверное, и все. Мы больше здесь с вами ничего не сможем сделать. В испытаниях, по-моему, мы дошли до предела. Да. Кролика, конечно, победить я не смог. Но вы сами знаете почему. Потому что мне дали команду. Ну, просто ерундовую. Мы не справимся, не потянем, ребят. А хотелось бы две карточки получить. В испытаниях здесь у нас мы дошли до предела, по-моему, да? Да, 65-е уровни, 60-е. Это очень и очень тяжело для меня пока. В этих испытаниях у нас что? Ну-ка, давай глянем. 55-е и 50-е уровни. Все вроде бы хорошо, ребята. Но дают мне таких персонажей. Мне бы вот еще бы дали бы зека здесь. Я бы сто пудово прошел бы. Ну, а таким составом не могу. Потому что Донателло у нас, как всегда, падает. Он ватный. Поэтому, ребята, здесь без вариантов. Так что, давайте, наверное, будем с вами закругляться. Здесь, потому что по главе тоже у нас тупиковое состояние. Вот, смотрите. 65-е и 63-е уровни. Естественно, здесь нам не справиться. И если мы даже возьмем главу 6, по-моему, здесь еще хуже. Да, 66-е и 64-е уровни. Так что, ребятушки, надеюсь, вы меня понимаете. Да, получилась серия, конечно, наверное, не такая, которую вы хотели. Но, тем не менее, ребята, пришлось делать из того, что есть. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока и удачи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok